МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Нижегородской области зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом 354. Это рекордная цифра для июня точно. Но если сравнивать с маем, например, и апрелем, то в мае была похожая ситуация. Было у нас 354 заболевших. Вот сегодня эта картина тоже повторяет. Вот таким образом выглядят данные за последние сутки. Вы можете видеть, 260 нижегородцев у нас выписаны или вылечились за сутки. Семь летальных случаев. Ну и всего за время пандемии в Нижегородской области зарегистрировано 10 504 заболевших. Давайте теперь смотреть, как распределились эти заболевшие по районам Нижегородской области. Ну вот помимо этих цифр, здесь важно понимать, что за последние сутки очень сильно прибавили муниципалитеты, которые располагаются рядом с Нижним Новгородом, в непосредственной близости. Это Борг, Стово, Дзержинск. Вот здесь стало чуть больше заболевших COVID-19. Двигаемся дальше. Давайте смотреть, как эти цифры выглядят уже на фоне всей страны. В Российской Федерации суточный прирост заболевших COVID-19 составляет 8 863 человека, 182 летальных исхода. Ну и вот единственная, наверное, позитивная цифра вот в этих показателях, это 11 108 выздоровевших за последние сутки. Это очень достойный показатель. Ну и с вот этой эпидемиологической ситуацией переходим на уже новости. Нижегородские, федеральные. Вы знаете, наверное, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность. То есть теперь волонтеры, которые помогали в непростые времена пандемии, в том числе и нижегородцам, должны будут получить выплаты. Мы сегодня будем обсуждать тему волонтерства. И у нас в студии руководитель Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Смоделкина. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень рад вас видеть. Расскажите мне, пожалуйста, уже три месяца волонтеры «Победы» работают, помогают нижегородцам. Продолжается ли сейчас, вот в эти минуты, деятельность вашего волонтерского центра? Да, мы гордимся тем, что до сих пор у нас наши волонтеры оказывают посильную помощь нашим гражданам, обратившись в наш волонтерский центр. Уже более 17 тысяч заявок у нас отработанных. Это такая большая цифра. Привлечены к работе более двух тысяч добровольцев, которые на сегодняшний день до сих пор помогают. Ведь начинало все совсем маленького количества активистов, и сейчас вот такая огромная армия. Каковы перспективы? Вот вы как видите дальше работу волонтерского центра? Вы знаете, у нас наш лозунг, это не только 9 мая. И, естественно, мы взялись за работу в условиях такой сложной пандемии коронавируса, и мы не останавливаясь на этом, мы разрабатываем новые проекты, новые масштабы. К нам привлекаются огромное количество нероднодушных нижегородцев, настоящих патриотов, которые хотят помочь нашим людям, которые находятся сейчас в сложной жизненной ситуации. Поэтому, я думаю, попозже я вам расскажу о новых форматах работы. Давайте чуть попозже, давайте все-таки узнаем, чем сейчас волонтерский центр живет. У нас на прямой связи ваш коллега из волонтерского центра. У нас Александр Верховцев на прямой связи с нашей студией. Александр, добрый, здравствуйте. Здравствуйте. Да, очень рада вас слышать. Расскажите, пожалуйста, чем сегодня занимался волонтерский центр? Кому помогали, к кому ездили, какую помощь оказывали? Здравствуйте еще раз. Сегодня мы ездили в первую очередь к пенсионерам, которым жизненно необходимы были медикаменты. Наши волонтеры сегодня посетили больницу, встретились с врачом, которого ослуживает пенсионер. Взяли бумагу на то, чтобы можно было получить определенный медикамент. После получили этот медикамент, приехали и привезли их к пенсионеру. Пенсионеру эти медикаменты очень необходимы, так как без них ее жизнь просто невозможна. Также наши волонтеры сегодня посетили большое количество людей, которые имеют инвалидность и просто чисто физически не могут посетить магазины. Они сходили, купили продукты питания, привезли эти продукты питания и оставили наших людей, которые находятся сейчас в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса. Саша, а вас узнают уже ваши адресаты? Вы же наверняка к кому-то приходите во второй, в третий раз. Может быть, по именам вас знают? На самом деле у нас большое количество заявок. И бывают, конечно, такие моменты, когда мы действительно встречаемся с людьми, которым уже когда-то оказывали помощь. Но из-за большого количества, как я еще раз повторяюсь, заявок мы ездим по всему городу. И на самом деле бывает, но это все-таки большая редкость, что мы приезжаем по два-три раза к одному и тому же человеку, которому уже когда-то помогали. Так как работает большое количество волонтеров и обрабатывается большое количество заявок. Вот на такое добро нижегородцы тоже добром отвечают. Зовут вас, например, в гости на чай? На самом деле бывает такое, что люди очень гостеприимные. Они приглашают выпить чай и конфетками хотят угостить. И зовут к себе. Но, к сожалению, мы не можем сходить к ним, так как они, это люди, которые находятся сейчас в зоне риска, которые могут заразиться самым простым путем. И мы даже продукты не передаем с рук в руки. Мы их ставим около двери, и после уже человек, который попросил помощи, забирает их сам. Саша, спасибо большое, что нашли время, связались с нами. Но я думаю, что все нижегородцы тоже вам говорят спасибо большое за вашу работу. Продолжайте ее обязательно. Спасибо. Спасибо. Мы с вами, давайте продолжим про проект. Вот сначала я ухватился за фразу не только 9 мая. Давайте все-таки про 9 мая поговорим. Очень много было различных проектов. Вот расскажите о них. Я знаю, там «Полисадник Победы» назывался, да? У нас «Полисадник Победы» по сей день тоже проходит. И вы знаете, это та акция, которая помогает нам и сделать приятный подарок ветерану, причем не контактируя с ним. Самое главное, посадите, вот что самое элементарное, посадите цветы под окнами ветерана, чтобы он радовался. И, конечно, это благоустроить территорию. Мне кажется, вот такие две вещи, они самые главные. Да, вот мы сейчас прямо видим, да, как помогают. Тут и депутаты городской думы подключаются. Станислав Станиславович Прокопович, я вижу, работает, высаживает цветы. Так, это одна акция. А что еще есть? У нас есть акция наша, которая уже вышла совершенно на новый уровень. Я бы даже сказала, международный уровень, потому что коллеги как раз из Лондона, Праги у нас спрашивают. Наш проект – это «Образ Победы». Вы знаете, это как раз создание арт-объектов с нанесением изображений ветеран Великой Отечественной войны, живущих в этом дворе. И понимаете, мы получили такой огромный социальный отклик от людей. Они знают, кто с ним рядом живет. А живут с ними герои, настоящие герои, которые они могут с детьми сказать спасибо. Это, на самом деле, ключевая наша такая акция, региональный наш проект. Задумка, причем, родилась буквально вот в стенах нашего волонтерского центра. И сейчас она приобрела такой масштаб. У нас до конца года будет 75 арт-объектов, но те 20 объектов, которые уже нанесены, вот знаете, там комментарии везде, все спрашивают, а можно и нам нанести. И, конечно, жители, сами жители просят нас оставить такой формат, вот именно новый формат в сфере патриотического воспитания молодежи, расширить и теперь изображать не только ветеранов Великой Отечественной войны, а уже и тружеников тыла, и блокадников. То есть вот мы сейчас думаем над развитием этого проекта. Давайте сейчас посмотрим еще один проект, который как раз организуют волонтеры Победы, а потом продолжим с вами. Проезжая мимо Поклонного креста на окраине Нижнего Новгорода в Гнилицах, многие автолюбители даже не обращают внимания на эти старинные кресты и плиты, которые чуть видны из-под высокой травы. А на погосте здесь покоится герой Великой Отечественной. Есть могилы, которые... могилы неизвестных солдатов, и скорее всего это могилы летчиков, которые воевали в год Великой Отечественной войны, поскольку поблизости находится аэропорт, и скорее всего здесь располагается захоронение неизвестных солдат, именно летчиков. Мы у местных жителей спрашивали, кто живет здесь поблизости. Неизвестно, кто конкретно здесь похоронен, но точно здесь кто-то есть, кто именно воевал в год Великой Отечественной войны. Некоторые детали можно понять по надписям на потертых табличках. Вот тут покоится молодая женщина, которая погибла вместе с дочерью при налете вражеской авиации в июне 43-го. А вот, например, могила, где похоронены сразу несколько воинов. Их имена неизвестны. Лишь два сухих предложения скончались от ран в нижегородских госпиталях после тяжелых ранений. Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» приводят в порядок памятники, мемориальные таблички, занимаются благоустройством аллеи славы и воинских захоронений. Навести порядок на этом кладбище они решили, как только увидели, в каком состоянии оно находится. Надо очистить, чтобы проходили граждане, которые увидят очистенную могилу, возможно, они подойдут и заинтересуются. В общей сложности волонтеры расчистили около 30 захоронений, десятки мешков с мусором лишь за несколько часов. Теперь подойти и прочитать таблички не составит труда, чтобы все знали, кто здесь покоится, и помнили о них. Такое чувство, что на этом участке вообще годами им не занимались, да? Да, вы знаете, таких могил заброшенных, к сожалению, очень много. И в основном это могила ветеран Великой Отечественной войны, которые ушли из жизни, и, к сожалению, у них не осталось родственников. И вот знаете, этот проект «Активисты памяти» как раз помогает благоустраивать могилы. И не просто, например, проводить благоустройство и субботники, а полностью мы меняем памятники на хорошие, гранитные, с помощью привлечения спонсоров, наших партнеров. Этот проект сейчас тоже приобрел новый формат, потому что сейчас все к нам жители Нижегородской области, у нас сейчас порядка 167 заявок на такую помощь именно в установке памятника ветеранам Великой Отечественной войны. Есть очень узкие тонкости в законодательной базе. К сожалению, не всем ветеранам положена компенсация за установку памятника. Так как люди, все наши ветераны, вдовы, они очень, к сожалению, не всегда в лучшем состоянии находятся, они обращаются к нам, и вот такую работу мы проводим. За летний период мы можем 150-200 субботников провести. Мы сейчас будем смотреть с вами видеоряд «Трамвай победы», а поговорим про другую акцию. У нас все-таки год особенный, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Вот скажите мне, пожалуйста, мы знаем уже точно дату парада, знаем, что будет «Бессмертный полк». Вот волонтеры в этом будут принимать участие? Да, конечно, это наши ключевые акции. Мы, конечно, ждем их с нестерпением. Несмотря на то, что у нас 9 мая прошло совершенно в новом онлайн-форматах различных, вы знаете, сейчас мы готовимся к 24 июня. Я думаю, что наши волонтеры, конечно, будут принимать участие. Сейчас как раз обсуждается формат проведения парада «Победы» у нас в Нижегородской области, но я думаю, что добровольцы не останутся в стороне, тем более мы активно готовим их еще к «Бессмертному полку» в июле. Мария, давайте еще все-таки поговорим про региональные проекты. Вы уже про один рассказали. Еще какие интересные проекты готовят волонтеры? Вы знаете, у нас будет проходить в июне акция «Красная гвоздика». Это как раз где мы будем раздавать значки в виде красной гвоздики. И на собранные средства мы можем оказывать помощь нашим ветеранам Великой Отечественной войны. То есть даже эта помощь может удваиваться, утраиваться. Например, в прошлом году мы купили и слуховые аппараты 10 нашим ветеранам, и средства реабилитации. То есть вот такая акция у нас тоже буквально скоро будет стартовать. И, конечно, наш проект, который свой трамвай «Победы», мы запустили три трамвая, которые курсируют сейчас и по сей день в Нижегородской области. Значит, это на главных улицах города. Они внутри трамвая профессиональные историки рассказывают вообще, что такое история Великой Отечественной войны, и какие у нас есть герои Горьковской области. И вообще, в принципе, дух. И когда заходишь в трамвай, не передай словами. Так же там концерты мы делаем. К сожалению, в условиях сейчас коронавируса мы приостановили данную деятельность. Мы смотрим это с прошлого года, да, видео? Да. Когда еще можно было спокойно играть и развлекать пассажиров в общественном транспорте. А что касается уроков, у вас ведь в прошлом году еще были уроки для школьников. Вот они в каком формате могут вообще существовать, функционировать? Вы знаете, да, уроки как раз у нас сейчас приобретают новую степень охвата, потому что мы разработали интерактивный урок Победы как раз о нашей в Нижнем Новгороде в годы Великой Отечественной войны. И самое главное, что этот город рассказывает о восьми районах и все-таки о подвигах наших героев, горьковчан. Поэтому вот такой урок мы разработали. Человек, он буквально на 40 минут все укладывается в регламент. И когда, например, школьник заходит, то есть он может пройти и задание, и узнать для себя новые факты, именно связанные с историей Нижегородской области в годы Великой Отечественной войны. Мария, глядя на вас, я уверен, что все волонтеры Победы вот с такими горящими глазами, с такими эмоциями. Вам только здоровья и удачи во всех ваших проектах. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо вам. Да, у нас в гостях была Мария Смоделкина, ну а это был медиа-центр «Нижегородский Кремль». Мы, как всегда, работаем в здании правительства Нижегородской области, рассказываем вам о событиях в Нижегородской области, в нашем замечательном регионе, в первую очередь, конечно, связанных с коронавирусом. Поэтому смотрите наши эфиры. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова